В эфире программа «В курсе» в студии Айрки Ермек. Здравствуйте! Далевые инструменты банка торговались в узком диапазоне цены на протяжении всего лета, а на этой неделе был пробит значимый уровень поддержки 100 тенге. Таким образом, акции компании плавно вернулись к уровням, достигнутым в начале января текущего года. Еще один аутсайдер с прошедшего дня – акции меднодобывающей компании «Каз Минералс». Сегодня производственная компания объявила финансовые результаты за первое полугодие текущего года, в котором отразило увеличение операционной прибыли на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Базовый доход на акцию вырос на 41%. Тем временем, под нажимом дешевеющей меди, котировки акции компании теряют в цене чуть более 1% – до 2730 тенге. Лидером роста сегодняшних торгов стали акции «Казахтелеком», которые выросли до 31 515 тенге. Далевые инструменты компании вырвались в лидеры к закрытию торговой сессии. Доходность денежного рынка сегодня демонстрирует незначительный рост. Доходность операции «РЭПО» с государственными ценными бумагами сроком на один день выросла на два базисных пункта. Доходность однодневных своп операции с долларом США выросла на один базисный пункт. Нацбанк в рамках проводимой денежно-кредитной политики продолжил изъятие избыточной ликвидности на рынке, разместив в ней биржи семидневные ноты по ставке 8,10% годовых при объеме 247 млрд тенге. Рост был равен предложению. Средневзвешенный курс доллара США снизился на 79 тен до 360 тенге в 87 тен. Объем торгов составил 136 млн долларов США. Тенге демонстрирует укрепление третий день подряд. В качестве фактора поддержки выступает общая динамика движения валют развивающихся рынков. Стабилизация турецкой лири вкупе с возможностью урегулирования разногласий между Вашингтоном и Пекином снизили градус напряженности на валютных рынках. Средневзвешенный курс рубля сложился на уровне 5 тенге 39 тен за единицу валюты, снизившись на 4 тен при объеме торгов 74 млн рублей. Курс единой европейской валюты по итогам торгов на дневной сессии составил 410 тенге 58 тен за евро. Курс юаня продемонстрировал снижение на 33 тен и достиг отметки 52 тенге 40 тен. Общий объем торгов по итогам двух сессий составил 750 тысяч юаней. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.